1 миллиард 700 миллионов рублей направят в Югре на субсидии участникам программы развития жилищной сферы. Выплаты в беззаявительном порядке перечислят 1 тысячи 350 семьям. Средства позволят получить поддержку на погашение ипотечного кредита в том объеме, который предусмотрен участникам госпрограммы. Существенно сократят срок ожидания субсидии семьям, которые имеют статус многодетных, и одновременно продвинут очередность молодых семей, которые ждут субсидии. Важный момент. Снизится число семей, которые исключены из числа участников программы в связи с достижением предельного возраста. Губернатор Югры Наталья Комарова особо подчеркнула, что единовременную выплату направят всем многодетным молодым семьям, участникам госпрограммы развития жилищной сферы, которые являлись таковыми по состоянию на 1 января 2019-го и заключили сделки на покупку квартиры до 1 июля этого года. Такое решение, безусловно, имеет большое значение для молодых многодетных семей. Безусловно, и это факт повлияет на сокращение очередности по государственной программе. В этом году уже предусмотрено в бюджете более 2000 субсидий для молодых семей и еще 1300 семей за счет этой выплаты по социальным программам, по программам социального развития нашего региона. Выплату перечислят в рамках десятилетия детства. На федеральном уровне был принят ряд важных решений, которые направлены на поддержку семей. Например, продлен срок действия материнского капитала до конца 2021 года. Расширены возможности его использования. Также в реестре мер поддержки выплаты при рождении первого и второго ребенка. В Югре есть свой план мероприятий, который также призван помочь молодым и многодетным семьям. При этом документ синхронизирован с федеральным и содержит более сотни решений, направленных на поддержку материнства и детства. Продолжение следует...